Мы здесь, в онлайн-пространстве студии travel, dance, fitness и йоги Пандук сегодня собрались по такому очень крупному, масштабному событию во всяком случае для меня точно потому что у нас сегодня выпускной третьего потока курса по групповому импровизационному бели-дансу ATS либо FCBD Style, с чем я вас, так сказать, и поздравляю Каждая из вас прошла свой определенный путь Я уверена, тарифа VIP только-только начался потому что впереди их ждет еще целый 91 день когда они могут просматривать данные курса ну, все уроки, которые есть потому что с сегодняшнего дня все ограничения на домашние задания они ушли и вы беспрепятственно можете ходить и смотреть все-все уроки вот, напомню, что у нас значит было интересно у нас было три тарифа и самый такой простой тариф это тариф «Всю сам» у них было 10 уроков теории практика, домашние задания, раздаточные материалы ссылки на дополнительные сервисы музыка, соответственно, для тренировок и в конце было дано, как и всем как и на всех тарифах две недели на контрольное мероприятие итого 12 недель обучения у тарифа «ВИП» немножко были более расширенные функции кроме того, что я сказала раньше им, у них был чат с единомышленниками проверка и обратная связь по домашним заданиям еженедельные сессии «Вопрос-ответ» сертификат об участии по прохождению всех уроков и выполнению домашних заданий бонусы уроки по восстановлению после тренировок по сагатам и по созданию сценического выступления плюс продление доступа ко всем урокам на 31 день и тариф «ВИП», которые здесь в основном представлены у них еще более широкие функции возможности продления на 91 день то есть с сегодняшнего дня вы еще 91 день можете пользоваться всеми материалами все уроки открыты, все в доступе несмотря на то, что вы выполнили домашнее задание или нет, вы можете их беспрепятственно просматривать все сессии «Вопрос-ответ» предыдущих потоков записи то есть там, где вы, предположим они смогли выполнить домашнее задание у вас не было времени просмотреть эти уроки они с сегодняшнего дня вам доступны и вообще открывались, если вы просматривали по мере прохождения каждую неделю у вас была возможность посмотреть не только свои уроки но еще и записи предыдущих протоков кстати, вот прям бонус потому что все вебинары из серии «Создай свой уникальный tribal образ» если и была возможность посмотреть хотя про tribal костюм то это классно, если нет, то обязательно посмотрите потому что сюда в серию входят три вебинара они по 3-4 часа, поэтому наберитесь терпения но тем не менее, очень полезны это tribal прическа, tribal макияж и tribal костюм все они имеют раздаточные материалы и приносят максимум пользы и на моих глазах люди менялись вообще кардинально от очень валидансового лука до прям хорошего tribal лова поэтому, надеюсь, и вы вдохновитесь и сможете изменить свой образ если там что-то в нем не хватает ну, соответственно, чат с куратором и индивидуальная обратная связь и ответы на ваши личные персональные вопросы которые могли появляться в связи с, ну, вот этой вот работой курс на самом деле не такой простой, как кажется сложности есть и теперь мне бы после такой тирады наверное, чуть-чуть затянувшейся хочется спросить у вас как это было? потому что вы были по ту сторону вот, хочется получить обратную связь узнать, что было простым что было сложным что было интереснее всего и что, наверное, непонятнее всего ну, я, наверное, начну первая Юля недавно присоединилась добрый день, Юля добрый день, Настя я вот неоднократно говорила что мне нравится курс наверное, так позорно, как заканчиваю его сейчас я не рассчитывала закончить но, тем не менее, как есть ну, ладно, все равно, подождите про позорно, давайте так каждый берет столько, сколько в его силах и все равно, ну, как бы этот курс, он все равно будет играть потом еще конечно поэтому вы сейчас сделали все возможное нет, тот момент, который сейчас это был максимум ваш поэтому я вас в любом случае предполагаю ну, это точно в всех условиях это точно но, тем не менее, да я неоднократно говорила о том что курс очень полезный очень насыщенный прямо пренасыщенный я бы сказала даже не тянет на первый левел так-то, если честно вот и ну, как бы вот мне немножко знающий я АТС и первый, и второй левел даже вот, немножко третий все равно есть над чем работать я в каждом уроке ну, получала новую информацию это классно вот трудности, конечно для меня очень большие трудности это сагатная часть это прямо вообще то, что меня прям подрубило в какой-то момент и и подвесило вот но все равно несмотря на трудности, которые я испытывала я безумно довольна собой думаю, что я разобралась хотя бы с одной партитурой сейчас на отпуске рассчитываю что вот я здесь пока тут дети периодически выходят куда-то от меня я, наверное попробую разобраться и с другой партитурой и с остальными тоже вот много непонятностей продолжают у меня быть в сагатной части ну, остальное скажем так остальные вот занятия безусловно очень сильно полезны для меня оказались потому что они расширили зону моего понимания зону как бы моих знаний степени и как бы углубили так сказать вот и конечно для меня как для начинающего преподавателя вот такая системность которую ты даешь в занятиях она конечно очень сильно мне помогает вот она помогает мне выстраивать то есть я пересмотрела все уроки там и свои занятия тоже и конечно очень ну расширила еще раз говорю мои познания и возможность объяснить людям и рассказать я в принципе за этим и шла это основная мысль основная идея как бы зачем я пришла ну и конечно у меня было очень большие надежды что я научусь играть на сагатах я не останавливаюсь в этом между прочим даже единственное что я взяла с собой из костюма ТС это сагат и в отпуск вот поэтому очень как бы ну очень емко очень классно и я вот буду продолжать в том же духе вот еще раз говорю переписываю все на бумажечку потому что все закроется более того все наслоится пылью покроется в памяти а тут вот оно есть для меня это было полезно оно и остается полезным а чего не хватило чего не хватило ну это наверное мои личные какие-то нюансы скорее наверное времени может быть для меня информации нет ну как бы со стороны вот курса вообще у меня нет даже я с нетерпением ждала и надеялась честно говоря что я все-таки дойду хотя бы до того урока про прически и костюмы все такое чтобы опять же расширить свои знания ну не случилось нет они сейчас открыты да 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 вы можете пересмотреть записывать там раздаточный материал очень хороший поэтому у вас все вот это вот останется в плане что причесок костюма и это у вас будет прям цельная раскладка не не я очень на самом деле очень рада что прям ну ты сейчас озвучила что есть там и допники и еще по-моему вебинар который ты там недавно проводила ты говорила что он идет как в допники я хотела химический да сейчас вылетело из создания образа создания образа он очень сложный очень хореографичный он новый вот и на него я прям немножечко по-другому посмотрела с точки зрения вообще он про сцену он про сцену и как как сделать сценическое выступление и там такие очень интересные вещи в свое время мы делали панду клуб и панду клуб Ира Ира из Ярославля читала нам очень большой курс который состоял из 20 часов там по-моему даже больше было вот как раз про то как делать сценическое выступление не просто какое-то выступление а вот профессионалы хореографы постановщики занимаются и вот на базе ее курса я сделала свой небольшой вебинар в котором рассказывала на что обратить внимание и как удерживать внимание зрителя ну вот за это прям большое спасибо потому что я хотела прийти на этот вебинар к тебе ну когда он был вот в июле но не сложилось опять же ну у вас есть да вы можете посмотреть и там раздаточки тоже есть крутой бонус конечно вот поэтому для меня лично как бы много насыщенно емко понятно подробно ну как бы реально вот ну я не знаю мне лично не хватало времени потому что в каждом занятии я все равно находила что-то новое более того свои ошибки я пересматривала и отрабатывала и кое-что даже не получалось ну потому что короткий срок очень промежуток вот этой недели для переосмысления а если с учетом того что это уже ну наработано годами для исправления ошибок ну мне маловато я даже и сейчас ну запускаю криво ну но уже ловлю себя хотя бы на мысли и уже ну правлюсь в процессе поэтому как бы вот есть такой вот нюанс а так конечно круто спасибо огромное очень емко смотрите в плане сагат я вас хочу немножко успокоить потому что сагаты вообще все что связано с музыкальностью и музыкальное это по сути мини музыкальное образование то есть попасть в нужный как это в нужный момент в пространстве вот сделать бля это все-таки такой очень навык серьезный который нужно нарабатывать и уже начиная даже думая про это пытаясь что-то сделать со своей мелкой моторикой вы развиваетесь в динамике и через какое-то время вы увидите прогресс очень-очень-очень рекомендую это был бесплатный такой вид ну как бы я проводила эксперимент там девушки практиковали на металлических и деревянных сагатах и эксперимент состоял в том что мне нужно было понять влияет ли разный разное качество инструментов на игру на мелкую моторику вот этот шмяк по сути вот значит проводила эксперименты он четыре недели то есть у вас займет месяц у вас сейчас доступ к нему есть он открыт это в тарифе базовый второй второй урок там три бонус уроков один про подготовку по моему там про подготовку тела про посты тренировок про сагата и вот еще один значит вам я это очень рекомендую потому что там каждый день вам рассказывают постепенно что делать и вот статистика говорит о том что одна девушка отписалась что им с группой удалось очень качественно улучшить свою навык игры то есть если например она говорит что скорость увеличила писала в комментариях и писала о том что попадание то есть улучшилось если раньше их вот этот вот набор ударов он был распространен в пространстве то туда то сюда и они меньше попадали то сейчас попадание после прохождения вот этого всего насколько я понимаю она тоже преподаватель и раздавала вот эти же задания у себя и смотрела что получится на учениках интересная кстати практика вот и она написала очень хороший отзыв поэтому рекомендую вам его пройти и знаете что по мне на левеле вот этом вот представлены более серьезные упражнения по сагатам которые уже более осмыслены вот этот вот бонусный урок мне кажется он более лайтовый и вам проще зайдет ну я однозначно буду пробовать потому что ну как бы атеизер без сагат для меня это ну позор позорски многие как бы все в меру своих возможностей вот ну это для меня я прямо сказала что для меня вот поэтому конечно ну хотелось бы в любом случае расти развиваться в этом и для меня это важно вот поэтому я конечно буду пробовать 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 потому что ну еще такое дурацкое вот качество личное вот с нуля начинать да вот это вот и прям не прыгать дальше вот чем вот это самое и я вот это вот тоже делаю поэтому сейчас тоже делаю вот эту зарядку пальцевую там вот это все на остановках когда стою правда без табата таймера но хотя бы хоть как-то да 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 соглашусь она тоже так работает да поэтому ну по мере сил по мере возможности применяю все что ну ты дала нам просто вот ну и конечно для меня для меня вот очень важный момент было потому что все систематизировалось потому что когда допустим я ходила начинала да на ходить на 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 занятия и мне кажется даже не важно вот там в какую школу я ходила или еще что-то когда человек пришел там с нуля он делает акценты на одно когда он уже кое-что одно знает уже акценты выстраиваются совершенно на другое и как бы а когда он знает чуть-чуть еще побольше ну имеет какой-то там опыт он начинает его систематизировать и выстраивать и вот для меня вот это вот систематизация и выстраивание вот каких-то вот ну техник технологий там и так далее вот в систему ну твой курс он мне ее сложил и я прям вот здесь ну однозначно очень благодарна вы только знаете что обратите внимание что эта система есть очень часто преподаватели а я здесь понимаю здесь все-таки такой преподавательский состав сидит обратите внимание вот эта вот система и вот эта по полочкам она нужна вам и часто не нужна начинающим вообще помните начинающим нужен быстрый результат для того чтобы они они приходят не для того чтобы им разложили вот эти вот мелочи это нужно следующий это нужно преподам это нужно ну когда вы уже осмысленно пришли и решили остаться вот здесь нужна системность а когда вы начинающий вам нужен прям быстрый короткий конкретный но результат чем быстрее придет результат тем больше человек тем больше человек вовлечется и больше вероятности что он останется но это уже другая история ну да да я это тоже заметила и история да проживаю немножечко тоже нет у нас это тоже будет но это совсем другой курс и пока я не готова наверное его давать онлайн но я точно такое сделаю оффлайн большой и с психологией и с как бы принятием и там будет переосмысление всего потому что для меня очень важно что тот преподавательский состав который сейчас есть и очень часто мы не клиенты ориентированы мы ориентированы на на какой-то эгоцентризм внутрь себя внутрь студии а по сути для того чтобы правильно и хорошо развиваться нужно раскрываться и принимать то что есть еще снаружи вот я сейчас над этим работаю кстати спасибо вот подсветили прям мне отозвалось да так юля как ваша нога добрый день всем так ну нога потихоньку как говорится приходит в себя ну дай бог дай бог я очень на самом деле переживаю потому что так вот покинуть пространство из-за травмы это даже немножечко обидно ну ничего бывает как говорится тут много просто всего наслоилось как-то ну что хочу сказать о курсе курс очень понравился для меня как для новичка информации конечно более чем достаточно ну информация подана очень доходчиво в общем-то все понятно все возможно сделать сколько сложное ну сложного ничего нет умом все понимается сложно конечно это потом из ума на тело перевести которое такое ригидное которое мало вообще чем-то физическим занималось больше это когда в уме все сижу поэтому конечно тут договориться и расшевелить тело сложно ну и конечно времени нужно гораздо больше особенно для меня когда для новичка чтобы это тело запустить и чтобы оно хоть поняло в какую сторону там двигаться ну и конечно что хочу сказать когда тут у тебя еще ноги с руками как говорится не подружились тут бы ноги знают куда поставить да тут еще руки подключаешь а уже такое все и тут когда пошли сагаты надо сказать что распалась уже все то есть у мозга уже не хватило на это все все вот это удержать конечно в этой куче он просто вот не смог ну самым сложным да вот явились сагаты в общем-то сама вот эта музыкальность я даже вообще я для себя такой вот ну благодаря вам такой вот пласт открыла что-то вот оно еще что есть вообще такая неизведанная зона я туда вообще не заглядывала то есть ну такая вся моя семья как бы окружение такой от музыки далекой а как там интересно вот посмотрел какие-то ролики что-то это же какой класс для для развития действительно для мелкой моторики вот те же самые вот эти вот упражнения насколько вот они такие интересные ну сейчас их вот делаю что для рук как говорится что не для ног ручки тренирую вот и конечно мне вот ну такое может мое такое мнение что сагаты можно бы как-то бы попозже было вводить попозже попозже то есть они напередине мне кажется все-таки рановато особенно для для новых людей я не знаю это надо быть уже как-то очень таким может может кто вот занимался какой-то музыкой да у кого-то есть основа музыкальную школу заканчивая может им это будет и легче а тут конечно с партитурой конечно вообще засада я не ожидала что я такая прямо совсем вот не соображаю ничего не слышу ни ритма ничего вы между прочим вот вы сейчас вот это вот на себя говорите вот эти вот все вещи они если что у нас у нас как можно вот этот есть же регресс в развитии с возрастом он так или иначе это физиология и он там как-то будет приходить наступать и с памятью будут когда-то проблемы и с мелкой моторикой так вот мы изучая что-то новое особенно вот эта музыкальность и это это такая вещь которая отдаляет вот эту вот деменцию да и вот это вот мозговое старение на чуть-чуть чуть-чуть отодвигает поэтому вы открыли для себя новый пласт вы отодвинули вот эту вот вещь чуть-чуть на подальше и будете сейчас продолжать это делать поэтому это очень крутой опыт и еще кстати в практике ну вот для новичков вообще сагаты дают на третьей неделе на третьей то есть на первой люди делают все движения это обычный водный урок на второй неделе они учат пивит-памп и уже на третьей им всучивают сагаты без особой музыкальности и просто говорят на вот как-то барабать так что пятый это ну кстати я думала я думаю это же хорошая идея я подумаю куда бы их деть потому что по ощущению после пятой недели как раз все издаются то есть сагаты они являются каким-то таким перешейком вот знаете как ты берешь землю в раскрытую карту смотришь а тут уральские горы и вот через них это как раз те самые сагаты через которые никак не могут люди перейти ну то есть это самая пока большая проблема я думаю как вы думаете если уменьшить количество например домашнего задания на сагатах а вот просто сделать просмотровый доступ поможет ли это идти дальше снизит ли напряженность ну я думаю что да вот немножко уменьшить ну может в половину а то там вот очень как бы много для такого уровня пока ты их не освоил и вот это вот за один урок и за эту неделю ну по крайней мере для нового человека да как я совсем с нуля ну это очень тяжело и ты впадаешь в ступор и все и настроение у тебя и упало и типа ты вообще там тебя такой не очень хорошо чувствуешь они на что не способны и все как бы это да я поняла то есть может быть чуть позже их поставить и чуть-чуть меньше действительно дать домашнего задания потому что это все равно это освоение ну скажем так на многие месяцы и может быть годы освоение а вот что для вас было интереснее всего и непонятнее всего ну я так скажу что в общем-то мне понятно все вы очень все доходчиво изложили в общем вы вообще такой классный преподаватель я много у кого училась нет реально я просто могу сказать я много в своей жизни училась у разных преподавателей то есть вы так хорошо все подаете системно прям вот все разжевано ну просто обалденно понравилось в общем-то все я не могу сказать ну не понравилось только да вот ну моя скорость скажем так нет в общем-то я думаю если какие-то у человека своя скорость у каждого своя поверьте вы ничего не потеряли возможно вы просто где-то нашли свои сейчас слабые ну немножко более слабые как бы штуки в себе которые нужно подтянуть но это не делается по щелчку я же сейчас ну как психологию да тоже ухожу немножко через танец через эмоцию восприятие опять же людей чтобы понять как людям что давать вот есть такое ошибочное мнение что я начну жить с понедельника сразу дам себе максимальную нагрузку и все пойдет на самом деле чаще всего это и ломает людей человеческий мозг так устроен что например если я думаю что я буду бегать с понедельника я пойду набегусь и после этого я не буду бегать у меня все мышцы будут болеть у меня все будет болеть поэтому наша задача каждый день делать один малюсенький шаг но каждый день то есть нужно потихонечку ставить это каждый день просто у вас впереди 91 день я вас очень прошу прям очень там информации вот так там офигеннейший ну вот по моему мнению я просто в них вложила столько любви столько заботы о своих учениках я вас очень прошу просмотрите про построение вот этого сценического создания сценического образа это и для вас и для группы посмотрите про макияж вот это вот все оно будет вам очень полезно поверьте мне плюс там раздаточные материалы которые вы сможете дальше использовать просто сохраните на компьютер не тратьте время каждый день делайте маленький шаг я вас просто умоляю потому что обычно ну как бы ошибка всех и моя в том числе я тоже так делала я раньше откладывала я раньше но у меня же есть доступ на завтра на завтра на завтра на завтра и в итоге у тебя доступ заканчивается а ты так ничего не сделал ты ни на сколько не сдвинулся и вот мое большое желание чтобы вы все-таки взяли прям по максимуму забрали насколько это возможно и потому что мне самой будет обидно я не люблю брать деньги просто так мне хочется чтобы человек от этого получил максимум пользы но как я увидела многие возвращаются так как любой человек это динамическое существо динамически постоянно развивающиеся меняющие взгляды на все сегодня вы видите эти уроки по одному и если вы захотите чуть-чуть попозже когда мышление изменится вот вы можете снова посетить этот весь курс пройти его попробовать и я уверена вы снова для себя что-то откроете и снова будут какие-то инсайты и снова что-то поменяет это в вашей жизни вот поэтому тоже не как бы не зарекайтесь сегодня ваше дело ригидное завтра вы станете лучше всех сегодня у вас не получается сагаты через несколько там например лет вы сделаете свой курс по сагатам все возможно главное каждый день делать маленькие маленькие шажочки и потихонечку идти намете большую цель разбейте ее на подшаги и работайте я же прически это вообще самое сладенькое обидно что я как говорится так долго к ним шла это же было так хотелось быстрее быстрее все пройти чтобы вот это все посмотреть там у вас все есть это вот как раз на тарифе вип у вас есть ко всему возможность ко всему доступ вот и вы поймете все вот это соль и помните вам нужна насмотренность мы вначале у меня тоже не было насмотрите но слава богу у меня были хорошие учителя у которых я постоянно подмечала и эти учителя тоже развиваются в динамике я до сих пор продолжаю у них что-то подмечать смотреть выбирать ткани то есть лучше одну маленькую хорошую чем вот распылять себя на какие-то странные штуковины поэтому я вам просто поставлю направлю вашу насмотренность в нужное русло а потом вы самостоятельно будете что-то развивать и возможно скоро мы сделаем какие-то какой-то вместе на котором вы тоже поделитесь своими картами я еще что хотела сказать вот когда танцевать перестала через какое-то время из-за того что травму от ноги получила мне снится на чем я во сне танцую это обалдеть причем на сцене я вот чувствую мне кайфово что я танцую думаю как все легко хорошо получается обалдеть и вот начали сниться танцы потом через какое-то время еще вижу во сне тоже как будто tribal fusion правда танцует какой-то парень роскошного я вообще не что парни танцуют мне вот это во сне приснилось я вообще поразительно так вот организм уже тоже требует потребность какая-то сформировалась да ах этого нет но тогда тебе будет это сниться интересно еще больше заразилась вот этим всем не брошу буду продолжать в меру своих способностей потихоньку буду это продвигаться даже сначала опять начну смотреть потому что я так думаю даже сейчас я уже что-то другое увижу то есть когда тогда в пешке что-то сейчас уже как бы нет этого напряга вот этого нервика что домашнее задание сдать и вот оно немножко так вот как-то это давит на психику а так вот уже сейчас свободно в своем режиме уже все уже мозг расслабился ты воспринимаешь совсем все поades profesional скажите пожалуйста что вот из этого курса самое важное вы для себя вынесли такой может быть inside какой-то поймали ну как-то так я даже сейчас не смогу для них для себя просто было важно получить столько информации просто неожиданно информации оказалось на курсе ну вот больше чем чем я ожидал даже какие-то дополнительные вот для себя направление вот получил вот историю там до танца узнала все а потом что-то попадаются какие-то в том же ю тубе да какие-то ролики ты что-то начинаешь еще что-то изучать но это целый мир и мире вот это вот культура да и начинаешь даже где-то вот культуры других стран начинают себе где-то вот информация об этом попадать то есть такое расширение не только вода там танцы тела то есть вот и для ума такое есть уже развитие подписаны на мой телеграм мой личный телеграм который будет танцором где я выкладываю статьи по истории да да подписанная я с удовольствием читаю лично отлично потому что не очень рады вы такие больше очень вдохновляет это очень вдохновляет это здорово вообще вот это да за это вам прям отдельное спасибо реально там очень много информации тоже подчеркнул здорово продолжать спасибо спасибо вам огромное я была так рада с вами познакомиться принять участие в вас что было самое важное может быть какой-то инсайт который вы для себя принесли что-то такое прям ух наверное этот вопрос может быть нужно было задать накануне немножко чтобы я подумала я за первое впечатление первые эмоции самые важные что важное что самое важное инсайт какой-нибудь может там где-то озарение было твою мать я столько жил а тут у меня не такого прям вот не случилось чтобы я столько жил нет скорее наверное знаешь как что но мои личные наверное да вот какие-то важно для меня то что а тс ну это просто нескончаемое вот поле для развития и не только там но в движении в познании тела там музыкальность та же самая для меня это большой тоже такой вопрос я совершенно не музыкальный человек была до конечно момента когда все-таки стала заниматься танцами и по чуть-чуть по чуть-чуть стала это все-таки вырабатывать к себе и там же подключается туда же и мелкая моторика рук виде сагат да и вкус ну как бы и прически знаний макияжа то есть это вот такой внутренне наверное действительно инсайт понимание что просто ну вот все про женщину все вот прямо вот все то что нужно наверное про ну как бы вот как сказать прокачивать всю жизнь а это вот в одной субкультуре вот этого танца вот для меня это наверное вот 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 это скорее класс класс очень интересно прикольно прям я вдохновилась у меня есть студентка она пришла где-то примерно полгода назад и она говорит яка я шла и честно не знала куда шла я не очень разбираюсь в этих ваших трайбах вот и говорит я попала сюда и сначала думаю господи групповая импровизация но я называю эти искать групповой импровизации вот для русских чтобы было более понятно и она говорит и сейчас она выступающем составе прям плотно выступает очень быстро хорошо развивается но она танцевала раньше были танцы и вот сейчас и она говорит я думала что ограничением движения это вот будет скучно то есть я приду в т.с. мне скажут там три-четыре движения и вот я на них должна буду остаться и мне я быстро замужусь и уйду а грит а в итоге я я я не нескончаемо открываю для себя какие-то новые вариации какие-то новые возможности и говорит мне кажется это не кончится но во всяком случае пока ей очень интересно и так как мы сейчас вплотную занимаемся работой с музыкой для различных мероприятий в августе очень много таких мероприятий тот же день индии то путины еще вечеринка вот то есть каждый день там буквально на следующей неделе мы будем выступать в таком прям хардовом варианте вот и она говорит я думаю ограничение будет и я не смогу самовыражаться ангета я не успеваю даже обрабатывать информацию потому что очень много очень много вариантов и вариативность каждым моим познанием знанием но она только расширяется увеличивается и вот такой вот мне прям понравилось как она и за сказала или мне это тоже было открытие потому что мной и же и зануживаются в этой если начинают придумывать какие-то свои фишки какие-то свои перестроения переделать движения вот а ведь того что есть этого аж на целых ну недели наверное дисков потому что там есть все таки такие отходки типа второго он про макияж и про костюм вот но у нас есть порядка восьми дисков которые нам говорят о возможностях от транзишинах о наложениях у перехода движения одно из другого и вообще вариативность движения достаточно такая широко вот это вдохновляет это прям вот да и про женственность мне очень понравилось как вы сказали я буду буду про это думать еще может быть это вдохновить меня и на какой-то женский курс как вариант потому что да ты здесь для меня но я его и здесь и у себя в маленьком моем городке как-то позиционирую именно как вот женский танец ну и вообще про прокачивание женских на более того ко мне девчонки приходят и ну мы же живем при граничной зоне и у меня наверное процентов 40 группы это девчонки в сапогах это те которые служат вот которые как бы ну по приказу живут и и они не раз говорили что хорошо если друга нету еще не проснулся ты вернись домой ладно значит и они тоже говорят о том что танцы не брошу ну как бы у меня дело в том что получается нашем городке нет другой альтернативы ну танцев для взрослых то есть и поэтому как бы либо от с либо ждите балета поэтому да поэтому группа набралась быстро и все как бы ходят многие и но отзыв именно вот от девчонок которые служили о том что танцы не брошу потому что они очень сильно прокачивают мою женственность я становлюсь более мягкой я становлюсь более гибкой становлюсь текучей это даже вот ну я даже не насти я начинаю до что-то передавать транслировать и чему-то учить и сама переучиваюсь вот то есть я не считаю себя там супер мега квалифицированным педагогом просто передаю хотя бы то что знаю я на этом уровне и здесь я получаю такие отзывы более того я вижу изменения на лицах я вижу изменения вот в движениях даже ну вот гибкости ну это круто вот это вот мне прям ну реально про женственность это это еще без без учета там цацак и вот этого вот всего без юбок еще мой последний по танцевальной двигательной терапии и так получилось что в моей выборке оказались все танцоры ну они все разные танцы танцуют вот кто-то трайбал кто-то не трайбал так вот я пока не встречала ни одну танцовщицу с низким уровнем самооценки так что кроме внешнего вида кроме оказания на нашу плавность это еще и танцы поднимаем самооценку ну скорее да потому что здесь в любом случае ну как сказать как ящик подора он все равно открывается и люди не просто так приходит заниматься танцами если бы хотелось спорта или движения они бы пошли в бассейн или фитнес но они же идут танцами заниматься это говорит о том что внутри сидит что-то что хочет быть явным показаться и как бы но танцы вот открывают это со здоровой стороны мне кажется ну то есть здесь есть и какая-то там и известность даже в нашем маленьком городке а в нашем маленьком городке вообще все знают друг друга вот поэтому естественно там все следят за этим за всем вот и но как вот да есть такое дело согласна так я тоже по светланной согласна очень этот танец прокачивает женственность реально вот эти женские энергии и вот намного себя женственнее почувствовала даже еще как говорится действительно без костюмов без таток да без макияжа все но я чувствую что вот уже какие-то изменения есть вот хочется ощущать себя вот именно вот женщина и преподносить себя как женщина что в нашем тонире это как как-то все вот да очень важно женственность где-то у нас там всегда на втором месте вот это достигаторство цели вот это все мужские энергии у нас достаточно хорошо прокачены как кайфово в женских энергиях когда ты танцуешь этот танец вот это флорео все вот женщина сразу включает я хочу сказать что ну окружающие люди и мужчины это замечают отношения как-то вот вот меняется начинают видеть тебе женщин вот это да это вот очень важно ух у меня аж прям мурашки слушайте от вас ух заряд прям окей давайте потихонечку финалится последнее о чем я наверно вас спрошу что вы бы хотели пожелать ученикам которые будут следующие придут на ваше место и будут проходить этот курс какое-нибудь такое пожелание как им как можно более проще без болезни не дойти до конца что для этого нужно делать как что-то вот от чистого сердца пожелайте ну я наверно скажу что нужно просто делать опять же по мере сил по мере вот возможности своих но просто делать не останавливаться потихоньку 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 да да ну в общем я тоже хотела бы сказать просто информации достаточно потихоньку и осваивать и просто регулярные тренировочки пусть хоть чуть-чуть есть капля свободного времени да вот просто сидишь вот это перед телевизором там устал все как говорится в диване на диване развалился но флорео то можешь вот крутить я ночью даже у меня была бессонница я лежу такая ночью да а чё я просто так лежу тогда зря время трачу я давай руки-то свободные все вытащилась под одеяло и крутишь и все отлично так что вот ну как говорится трените тренить все потихоньку помаленьку ну и все придет я по себе даже замечаю что потом уже то что давалось на первом уроке казалось бы возвращаешься к этому а у тебя уже лучше получается поэтому ну как то вот я сейчас думаю я вернусь я просто хочу сейчас опять с первого урока по чуть-чуть все вот так в спокойном темпе начать с конспектом там совсем просто так быстрее быстрее домашнее задание знать кто не успел это не успел а теперь все систематически делать и уже как вот все подбивать все потихонечку дневничок заполнить все там как бы записать зарисовать для себя тоже важно чтобы осталась вся информация да кстати спасибо юля что сказали еще раз пожалуйста ну вот если вы вдруг не собираетесь там откатываться обратно вернитесь и сохраните все вот такие вот дневники и я еще очень рекомендую завести свой дневник рефлексии возможно какие еще бы ощущения после изучения какого-то например нового движения испытывайте чувствуете в теле а эмоционально вот это очень интересно описывать потому что на самом деле ваши ученики будут проходить то же самое они у них будет и тоже отторжение тоже желание нежелание получаться не получаться скорее всего они будут испытывать проблемные места там же где и вы испытываете через какое-то время а те движения которые вы изучили сегодня они будут простые такие будет вы уже не будете видеть тех подводных ям которые были и в тот момент я тоже чтобы давать начинающим что-то легко просто чтобы это заходило я открываю этот миг и у меня есть перечитываю в свое время вот когда я начинала и слава богу что я что-то такое на выдумывал вот открываешь и смотришь где мне было некомфортно и стараешься это место либо сгладить либо заранее предупредить что вот здесь вот да некомфортное место на пройдя его вы можете уже там куда-то качественней прыгать это их подбадривает потому что часто ученикам кажется что их проблема ну как бы это такая проблема который только у них и на это можно разочароваться и уйти нет мы и кроме танцоров мы еще и психологи и еще и как-то программисты и самым щеки пиарщики себя вот поэтому такая поддержка она в момент когда не получается нужна любому человеку и скорее найдите тот момент когда ее можно оказать и вы сами знаете когда на основании например вот такого вот дневника рефлексии очень полезная штуковина вот да это хорошая идея анастасия заведу дневник назову как я училась танцевать будет интересно потом почитать потому что потом все забывается ты реально забываешь как это было и тебе кажется от и всегда вот был такой а действительно как это было вначале это важно и при любом деле даты почитаешь это и все вот этот вот путь он уже описано в общем то любое начинание она проходит определенные вот эти вот ну мне нечего сказать я лично соглашусь потому что я все все что ты озвучила я не писала но я сейчас это проживаю потому что получается ну как бы такой переход осуществляется от ученика к учителю и я очень часто в задворке памяти вот обращаюсь свои а как же я вот это вот движение проходила что я чё там чувствовал чё я делаю и какие эмоции испытывал и все такое но я знаю что на самом деле на курсе на твоем и отследила то что от ненависти к сагатам я сейчас испытываю к ним положительные эмоции потому что это грёбанная первая партитура у меня получилась сама и я ее разобрала понимаешь и вот это вот ну как бы такое вот ощущение успеха успешности оно дает не очень сильную такую опору ножку стула и уже появляется радость не только отвращение были но все я не понимаю я вообще ну вот а именно вот вот даже такая вот мизер какой-то то есть ты дала ты написала я просто переписала то что написала ты но сама как бы это сделай и разобралась даже такая элементарщина дает мне очень большой такой ресурс чтобы вот радоваться и уже к сагатам подходить никак чему-то ненавистному а вот с положительной точки зрения но это на самом деле это очень круто не каждый так сделает потому что многие просто возьмут и даже так ну посмотрит и пойду дальше и типа я это там как-нибудь это то что ты написала сама и разобрала там же везде есть в рекомендациях напишите перепишите сами это делать единицы если уж быть честно вот и только когда ты сам сделка и ты сам разобрался это дается как твое личное достижение не чьё-то достижение потому что это это мое достижение я там как-то для себя что-то быстро написала чтобы было плюс-минус понятно и показать где эти клеточки в котором должны быть ну условно звук вот асса когда ты сам делаешь ты начинаешь за это себя уважать когда ты сам делаешь ты начинаешь в этом лучше разбираться когда ты сам сделал ты получил какую-то дополнительную опору под своими ногами они банальное повторение за преподом когда ты повторяешь за преподом работать зеркальные нейроны а когда ты сам что-то сделал ты вот это отработала и она у тебя уже где-то здесь ну там весь а вот это тоже очень круто что ж а в любом случае даже несмотря на то что дошли и сделали столько сколько смогли я очень вам благодарна за доверие мне очень приятно что ко мне сейчас на курс приходит осознанные люди которые берут прям по максимуму то есть если раньше когда я только начинала курс стал в разы дешевле но он не проходил каких-то таких форматах не очень понятно что что-то слетало то что-то не записывалось качество было не очень сейчас это по-другому и даже просто сама платформа требует от меня постоянных вложений вот и стали приходить люди которым это действительно надо которые хотят взять максимум и которые по мере возможности берут свой максимум сегодня и за это я вам очень очень благодарна потому что вы могли же взять другой тариф вы могли проигнорировать какое-то сопровождение какие-то встречи вот но вы сделали по-другому и это вызывает у меня очень большое уважение потому что именно для таких людей наверное я что-то и делаю потому что ну как бы у меня свое 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 видение и на мое видение мне очень приятно что приходят такие же люди как которые воспринимают либо будут в итоге воспринимать этот мир этот танец вот какие-то ощущения испытывать такие же как я и для меня это очень важно потому что именно это мне показывает что я несу ценности соответственно я нужна и мне нужно продолжать все мы хотим признание вот спасибо вам большое несмотря ни на что вы огромные умницы у вас есть время впереди еще 91 день и я вас очень прошу возьмите по максимуму чтобы потом ни о чем не жалеть потому что вот это вот жалость когда ты мог у тебя была возможность но ты чего-то не добрала на чтобы не шкреблась потому что я знаю что это очень очень неприятно вот я вам желаю по максимуму взять все досконально изучить все сохранить и каждый день делать один маленький шажок для достижения вашей личной цели настя у меня есть вопрос в течение этих девяносто одного дня мы можем задавать вопросы конечно конечно да единственное я не принимаю домашки они уже ну как бы у вас на вашей совести но я буду готова отвечать я с вами мере возможно то есть если там будет запаре на выступлениях нет но этот вопрос я все равно на него рано или поздно отвечу один день я вашем распоряжении я отвечаю на вопросы если вы столкнетесь с какими-то такими сложностями я конечно расскажу с какой стороны подползти и подойти и подлезть вот всегда дам указания направлю расскажу как проще как лучше вот и возможно мы еще сделаем такое в самом самом конце в конце 91 дня сделаем общий сбор но просто чтобы обсудить там свои результаты достижения что удалось что не удалось чтобы была более чистка выборка потому что сейчас я насколько понимаю вы еще не до конца дошли вы еще не все посмотрели а мне нужно вот когда вы полностью пройдете у вас кругозор будет прям широкий у вас информация будет прям полная максимально и тогда мне нужно будет спросить а чё как ясно поэтому не переживайте ну хорошо спасибо что ж тогда мы сегодня финалимся молимся я могу вам пожелать только удачи стремлений и достижений новых маленьких побед каждый день по чуть-чуть с принятием с внутренним противоборство но без него мы не становимся к сожалению лучше вот только проходя через какие-то маленькие порожки мы каждый день развиваемся динамический процесс я желаю вам успехов осознанности и маленьких побед за которые обязательно благодарите себя это тоже очень важно благодарю вас анастасия желаю вам вдохновлять нас и дальше на прекрасное вас это здорово получает спасибо вам большое спасибо что ж тогда всем хорошего дня хорошего настроения благостной рабочей недели чтобы все получалось до новых встреч пока пока